Если есть произвольный отрезок и точка, то сумма длин отрезков АС и ВС больше, чем длина отрезка АВ. Все понятно? Все понятно. Замечательно. Так вот, а давайте мы сейчас подумаем, можно ли неразенство треугольника записать каким-то алгебраическим способом. То есть, с одной стороны, конечно, замечательно, что мы можем нарисовать картинку и сказать, что сумма длин отрезков АС и ВС больше третий. Но, с другой стороны, если записать эту формулу, может быть, что-то получится тоже интересное. Давайте это сделаем. Как это сделаем? Точно. Введем систему координации. Проведем вот так. Точка А – это будет начало координации. И координаты точки С обозначим какими-нибудь буквами. Ну, естественно, что есть абсцесса, есть координаты. Давайте это будут какие-то два числа. А и В. Эти самые А и В не имеют никакого отношения к нашему букву. Просто чисто. Хорошо. А по точке В какие будут координаты? А давайте так. Чтобы получить точку В, надо на сколько-то подняться и на сколько-то сдвинуться от точки С. Правильно? Так давайте так напишем. Это будет А плюс Х, Б плюс У. Ну, понимаете, любое число можно представить в виде А плюс Х для соответствующего Х. Любое число можно представить в виде Б плюс У для соответствующего Х. Правильно? И теперь мы с вами должны просто-напросто разбираться. Чему же равна длина отрезка АС? Чему равна длина отрезка ВС? И чему равна длина отрезка АВ? Вот у нас есть неравенство треугольника. Замечательно, есть. А как это записать алгебраически? Ну, тут вопрос. Все ли помнят теорему Феологии? Очень плохо, если нет. Потому что она нам сейчас будет обязательно нужна. Вот если есть какой-то треугольник со сторонами А, Б и какой-то там гипотенузой С, где 90 градусов. Что утверждает теорем Пифагор? Пожалуйста. А квадратный пуск, а квадратный пункт? Замечательно. Вот, ребята, не вас не нужно заниматься координатами, если вы не знаете эту форму. Потому что без теоремы Пифагора, в принципе, нельзя посчитать косого отрезка, если вы знаете его проекции на оси. Я сейчас дам одно доказательство. Дело в том, что если теорему один раз доказали, то оно уже как-то. Правда? Одно доказательство, такое самое, пожалуй, быстрое для понимания, заключается в следующем. Надо взять и нарисовать квадрат. Вот здесь. Ну, единственное, я немножко взял большой треугольник, поэтому, что-то раз не влезает, да? Можно я просто уменьшу, понимаете? Чтобы все было вот так. Итак, здесь рисую П. Согласитесь, что эта площадь, это и есть Ц в квадрате. Так? Площадь эта фигура. А дальше естественная вещь. Если у меня есть вот такой треугольник, то я могу его, ну, идея ветряной мельницы, или идея поворота на 90 градусов. Дело в том, что квадратный держит поворот. Понимаете? Квадратный держит поворот на 90 градусов. Я могу его сюда пририсовать. И сюда я могу пририсовать. И сюда, и сюда. Чтобы у вас в тетради получилось красиво, у меня такая просьба. Возьмите, нарисуйте, обведите квадрат 8 на 8. И отсчитайте. Здесь 3 клеточки, здесь 5 клеточек. Здесь 3 клеточки, здесь 5 клеточек. Здесь 3, здесь 5, здесь 3. Это правда несложно. И после этого соедините вот так. Сейчас, я не ошибся. 3, 5, 3. Не, я ошибся. Здесь вот у нас 3, здесь 5. И здесь 3, здесь 5. Повторяю. Идете вдоль стороны и везде откладываете один и тот же отрезок в 3 клеточек. Понятно? Да. После чего, естественным образом, соединяете. И получаете квадрат. Почему квадрат? Понятно? Потому что вот этот треугольник конкурентен с этой. И при этом вот этот угол, вот этот угол, он вот здесь вот есть тетради. И наоборот, вот этот угол. Так? Да. И сумма, помеченного одной дружкой и помеченного двумя, это 90 градусов. Попробуем? И рядом с этой картинкой нарисуете другую. Когда вы берете тот же самый квадрат 8 на 8, но в нем откладываете вот так вот. 3, 3, 3, 5, понимаете? 5, 5, 5, 5, 3, 5. Вот. Почему на самом деле вот эти две картинки вместе? Ну, в квадратном уголе знака здесь 8, 5, здесь 8, 5. Так они одного размера, да? Вот. Почему эта картинка по лузу доказывает теорию Пифагора? Да понятно почему. Потому что если вы разрежете вот так, то вы обнаружите, что у вас есть 4 одинаковые треугольники. Так? 4 треугольника. 4 треугольника. Это те самые 4 треугольники. Так? Но у вас есть площадь. Она равна этой площади. Так? Ну, значит, вот эта площадь равна суме этой площади. Понятно это? Понятно. Вопрос. Почему его не очень любят? В школьном учебнике. То есть, я только сумею это правильнее. Все хорошо. И вы трудно садитесь к акционам. А? И вы трудно садитесь к акционам. Не то, что трудно. Дело в том, что строго объяснить, что такое площадь, довольно тяжело. И в математике есть просто отдельная тема, что такое плена, что такое площадь, что такое объем. Это все объединяется одним названием. Теория меры. Понятно, да? Длина, площадь, объем. И это можно рассказать строго, но это очень тяжело рассказать строго в шестом-седьмом классе. Даже восьмом. Требуется привычка к абстрактным рассуждениям. Поэтому, даже если это и рассказывают в математических школах, то обязательно только в самых старших классах, а чаще всего, и даже математические школы это не рассказывают, оставляют, что это на светлое будущее. С другой стороны, любой человек понимает, что есть такое понятие, как площадь квадрата, правильно? Площадь треугольника. Поэтому, если нас не очень волнуют аксиомы, а мы договорились, что на этом кружке мы, с одной стороны, помним, что они есть, и хорошо бы все это понимать, а это, с другой стороны, все-таки от разумного смысла пытаемся слишком далеко не отходить. Мне кажется, что с точки зрения, что называется, веры в то, что теорема Пифагора правильная, эта картинка абсолютно умештает. Правда? Есть еще несколько других доказательств, которые гораздо легче превратить прямо в следующее из всем, но сейчас про это не буду говорить. А, господа, я скажу про следующее. Чему в результате равна длина отрезка Ас? Длина отрезка Ас. По теории Пифагора, это что? Ас – это гипотенуза вот такого ироголя. Значит, Ас в квадрате – это? Ас в квадрате – это квадрате в квадрате в минус А. Ой-ой-ой. Давайте я вам еще раз знаю, что это. У нас есть отрезок АС. Вот здесь вот отрезок А. Смысл вот этого числа, все понимают? Это абсцисса. Это вот это вот. Вот отсюда до сюда. До основания перпатикуляра. Замечательно. А вот этот отрезок сколько? Б. Б. Вы мне скажете, а вдруг точка С лежит ниже оси абсцисса, вдруг Б отрицательная? Да без разницы, все равно в квадрат вас будет. Отрицательное число в квадрате – это то же самое, что… Понятно, да? Вот так пишет терапифагония. Ну, если угодно, это то же самое пишется вот так. Это просто по определению квадратного корня. То, что квадрат – это А квадрат плюс В квадрат, это значит, что сам отрезок – это корень Д. Так? Так, отлично. Скажите мне теперь, пожалуйста, а если посмотреть на отрезок ВС? А он в квадрате чем у меня? Посмотрите, мы можем. Насколько надо отодвинуться от точки С? Повторяю. Х. Насколько надо? ВС. Говорите, сейчас все вначале? Да. ВС квадрат? Неверно. ВС. Не АВ, а ВС. АВ плюс ВС. ВС квадрат равно Х квадрат плюс В квадрат. Все, конечно. Посмотрите. Вот, смотрите, если провести вертикально, и теперь горизонтально, то вот этот вот отрезок – это же У. А вот этот маленький отрезок – это Х. Дошло? До всех дошло? Просто точка В получается из точки С, вот здесь угодно, вектор ЦВ – это и есть вектор Х, и, вектор – это насколько надо сдвинуться. Значит, по оси абсцесс надо сдвинуться на Х, а по оси ординат надо сдвинуться на У. Значит, ВС в квадрате – это? Говорите уже. Х в квадрате плюс? Плюс У в квадрате. Отлично. Ну и, значит, сам отрезок ВС по определению квадратного корня – это что? Это корень. Все понятно? Отлично. Осталось чуть-чуть. Надо написать вину отрезка АВ. Какой там треугольник? Вот здесь отрезок АВ. Какой отрезок здесь, какой отрезок здесь? АВ равно А плюс Х в квадрате плюс Б плюс У в квадрате. АВ в квадрате – это А плюс Х в квадрате плюс Б плюс У в квадрате. Так? Ну или такими словами, сам отрезок АВ – это корень. Господа, так как же выглядит неравенство треугольника? Понятно уже? Корень из А плюс Х в квадрате плюс Б плюс У в квадрате. Меньше или равен? Вот если точка С лежит между точками А и Б на отрезке, то тогда будет равно. А если точка С лежит не между А и Б, то тогда будет меньше. Меньше или равен, чем вот такой корень. Плюс такой корень. Вы не бойтесь, дальше будет легче. Я просто очень хочу, чтобы вы видели, как алгебраически записывается простая мысль, что по прямой идти короче, чем в луну. Итак, поняли вот это или нет? Вот это неравенство. Замечательно. А теперь будьте добрыми. Доказать это неравенство, не рисуя картинку. Доказать это, не рисуя картинку. Чисто алгебраически. Наверняка это можно. Потому что неравенство треугольника верно. Кто-нибудь есть, кто-нибудь боится это сделать? Давайте, проходите. Рассказываю, как это делать. Все согласны, что корень число неотрицательное? И это неотрицательное, и это неотрицательное. Поэтому не надо бояться. Это все неотрицательные числа. А давайте просто возведем все это в квадрате. Пишем. Значит, корень в квадрате это точно под коридором решения. Нам надо опасаться от лицательных числа. О, и это неправильно. Отойдите, пожалуйста. Это глубиншая ошибка. Смотрите, что она подумала. Возводим корень в квадрат, получаем это коридором. Возводим этот корень в квадрат, получаем. Возводим этот корень в квадрат, получаем. Что она забыла? Когда сумму чисел возводишь в квадрат. то есть квадрат первого числа, квадрат второго числа. А что еще? Давайте вспомним равенство. x плюс y в квадрате это что? Багатронус, начало на ограничение. Да. Так как она пишет? x плюс x плюс 2x плюс y. Смотрите, роль x у вас выполняет роль y. А, я поняла. Вы забыли вот это. Не будьте добры еще написать. Плюс. Так, пожалуйста. Переписывайте эти формулы. Даже если плохо, сейчас понимаем. Совсем скоро это закончится, и мы опять вернемся к Волшевичу. Но, нет, корень, он никуда не делся. Если вы правильно пишете а квадрат плюс b квадрат, корень из а квадрат плюс b квадрат, там плюс b квадрат, там, плюс b квадрат, напишите первое на это, сошли. Да. И еще умножить на, да, 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 на корень из x квадрат плюс x квадрат. Мне очень понятно, зачем вы там писали скобку после двойки. Так, хорошо. Спасибо. Нет, еще не все. То есть спасибо за эту формулу, она теперь правильная. Но еще надо завершать доказательства. Смотрите, что вы сейчас реально должны сделать? Вы должны здесь распредскобку, здесь должны распредскобку. Ну, вообще-то это оно и есть. Только стоили буквы. Ну, да, давайте. Сотрем и фактически напишем, что нам нужно будет в 1у. Да. a квадрат плюс 2ax. Все понимают, да? Угу. Плюс b квадрат плюс 2by. Хорошо, хорошо. Плюс y. Хорошо. Так. Теперь я прохожу и торжественно чекаю. a квадрат и а квадрат, b квадрат и b квадрат. Так, давайте, я вам подчеркну. x квадрат и x квадрат. И здесь подчеркну. y квадрат и y квадрат. 2. Кроме из а квадрат и b квадрат умножить на уровень x квадрат плюс y квадрат. Так, все понятно? Вы двойки можете сократить. Абсолютно верно. Двойки сократить. А теперь надо опять все зайти в квадрат. Вот здесь вы докажете, что это будет меньше или равно. Кстати, здесь уже, возможно, прибирка. Очень важно, чтобы вы смотрите. А кто бы сказал, что вот это число положительное? А вдруг оно отрицательное? Вот это я вычеркну. Когда вы возводите в квадрат положительное число. Понятно, что по сути, очень меняется неравенство, да? Да. А если отрицательное, то казалось бы, да нет, все хуже. Скажем, нирус 5 меньше единицы. Это верное неравенство. Да. А в квадрат возвели и получается 25. Наоборот, вообще-то больше. Вопрос. Почему здесь это, если вот это число отрицательное, то у нас не отрицательное, правда? Если это число отрицательное, то неравенство уже верное. Ну, а верное неравенство, можно уже даже и не доказывать. Правильно? Проблема может быть, если только вот это число не отрицательное, тогда неизвестно. А тогда в квадратном месте посмотрим. Так, меньше единицы, чем вот эта скобка, и множество отрицательное. Да, отлично. Отлично. Ну как, продолжаем пользоваться нашей формулой квадрат суммы. Теперь, кто догадается, почему это неравенство верное? Ну, можно перенести правую часть влевую, потому что она точно половина. Ну, на самом деле, наоборот. Лучше левую направлю. Тогда вот будет так, ноль меньше или равен, пишите, пожалуйста, ноль меньше или равен, b квадрат x квадрат, не, 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 почему она в первую половину? На том же уровне, нормально, ноль меньше или равен, это b квадрат x квадрат, минус 2ax трейд, не верно, это почти верно. ой, только металл. Конечно. Так, все поняли? Да. bx минус ау в квадрате. Называется квадрат разности. А квадрат не бывает официальным. Так, поняли? Да. Спасибо. Мы все это делаем. Ну, вот и вот. Во-первых, это было довольно долго. Во-вторых, мы справились. В-третьих, вообще-то, это неравенство можно было бы написать не только для плоскости, но и для пространства. Если у вас в пространстве есть отрезок, еще отрезок, и вот треугольник, то, естественно, длина отрезка не больше, чем. Давайте подумаем, что бы тогда было в пространстве. А в пространстве здесь бы еще добавилось одно слагаемое c плюс z в квадрате. И здесь бы добавилось c в квадрате, и здесь бы добавилось c в квадрате. Но я это не буду писать, потому что это немножко рано. Главное, что вы должны почувствовать. Видно, что в алгебре с неравенством треугольника связано что-то интересное. Правда? Разные формулы и так далее. И вот, на этом мы сейчас останавливаемся. Хотя, повторяюсь, очень много, еще много известно поговорить.